Начата работа по выполнению поручения первого заместителя Акима Акмолинской области Молгождара Таткеева по итогам встречи с общественными деятелями региона, которая состоялась 16 сентября. Тогда участники совещания обсудили вопросы взаимодействия госорганов с НПО, в частности осуществления группами общественного мониторинга, отслеживания хода реализации нацпроектов в каждом районе и в каждом городе Акмолинской области. Акима Акмолинского района организовал встречу местных жителей с общественными деятелями и представителями коммуникационного центра проектного офиса Акмолинской области. 28 сентября наиболее активные граждане и предприниматели Зерендинского района. Представители госорганов обсудили внедрение механизма общественного мониторинга реализации нацпроектов на территории Зерендинского района. То есть какую бы сферу мы не брали, наша главная задача на сегодняшний день, чтобы бюджет реализовывался и в конце концов люди видели итог. Вот к чему в принципе наш визит, если говорить простыми словами, даже вот физически, да, мы вот, допустим, на сегодня прибыло в количестве пяти человек, рабочая группа, понятно, что мы не можем в течение года каждое село, каждый районный центр даже посещать вот именно непрерывно, да. Поэтому наша задача на сегодняшний день, чтобы вот вы как граждане, которым не безразлична судьба своего села, своего родного села, населенного пункта, чтобы вы также взаимодействовали с нами. Если есть какая-то необходимость, мы готовы вам оказать какую-то правовую помощь. И вот в этот как раз вот у нас уникальный момент у всех сейчас внедряется проектно-сетевая модель, то есть получается каждый государственный орган расписывает вот это на пять лет вперед, ставит свои задачи. В рамках этих задач каждый руководитель государственного органа выполняет, а мы, разумеется, мы не являемся большими специалистами, например, чем тот же директор школы или через, как руководитель районного отдела образования, ну и просто про образование скажем. Но когда мы приходим и когда мы видим план мероприятий, расписанный этим же директором или руководителем отдела образования, который говорит, что у нас такие задачи. Теперь вот эти задачи я планирую решить в этом году, то-то сделать в 23-м, то в 24-м, 25-м году все школы будут нормально стоять. Наша задача прийти и провести это, в связи с чем он не выполнил в этом году, посмотреть, а может он просто не продумал, а может быть наоборот он предпринял все вещи, есть какие-то системные проблемы, которые надо решать на более высоком уровне. Вот в рамках этого создан проектный офис. Проектный офис – это есть национальная система проектного управления. Идет архивация вот этой информации. Каждый проект внесен. Вот то, что я сейчас вам сбросил, это вот как раз проекты, которые в 22-м году реализуются в Зерендинском районе. Мы можем делать общественные экспертизы, мы можем делать общественное слушание, мы можем делать мониторинг. Это все наши права. Мы можем любого чиновника, любого ранга пригласить к себе и заслушать его. Так же, Игорь Иванович, мы его можем заслушать. Если что-то не так идет, мы можем послать, сделать экспертизу общественную. Для этого мы можем привлечь любого специалиста. Да, я сегодня не специалист в области той, которую мы проверяем, но сегодня нам даны такие права, мы можем создать комиссию, включить в эту комиссию тех специалистов, которые именно знают эту отрасль, и проверить. И потом заслушать, сказать, слушай, вот здесь вот это не так. И потом выписать свои рекомендации. Хоть министерству, хоть агентству, хоть комитет. По итогам встречи создана группа общественного мониторинга Зерендинского района в составе 9 человек. В скором времени они начнут работу на объектах. К слову, в Зерендинском районе в текущем году будут выполнены 9 проектов. Субтитры создавал DimaTorzok